В этом ролике не будет каких-то революционных методик по борьбе с аэрофобией, которые раз и навсегда избавят вас от боязни полетов. Я просто расскажу, как я в свое время боролся с этим недугом, болезнью, называйте как хотите. Мы летаем очень часто и совершенно разными авиалиниями. На момент выхода этого видео у меня в загажнике 140 перелетов и примерно 500 часов, проведенных в воздухе. И это все за последние полтора года. Мы летали африканскими авиалиниями, небольшими частными самолетами, попадали в неслабые болтанки. И даже при такой частоте перелетов иногда бывает не по себе, а иногда бывает откровенно страшно. И ничего страшного, извините за туфтологию, в этом нет. Самый главный тезис этого видео. Чем больше вы думаете о полете, тем страшнее вам становится. Люди, которые не боятся летать, они вообще не думают о полете. Они занимаются своими делами, думают, читают, разговаривают с друзьями и вообще не парятся. Поэтому, по сути, все, о чем я сегодня буду рассказывать, это просто методики, как отвлечь себя от постоянной мысли «Господи, что делать, я лечу!» Итак, например, вы уже сели в самолет, он готовится к полету и нужно себя чем-то отвлечь. Здесь масса вариантов. Слушаем музыку, смотрим фильм, скачиваем игру на смартфон и бешено в нее рубимся. Идеально взять в самолет то, что нас увлекает. Неважно, это фотоаппарат, спиннер или вязание. Важно полное увлечение процессом. Делается все это для того, чтобы максимально отвлечься от постоянных мыслей «Блин, я в самолете, я сейчас полечу!» Вообще не думайте об этом. В окно лучше тоже не смотреть, по возможности его закрыть. Есть распространенное суждение о том, что, значит, если ты боишься летать, значит, нужно обязательно пить перед полетом. На самом деле, если вам действительно помогает, это и расслабляет, то 50 грамм коньяка или 100 грамм вина перед полетом – это в принципе окей, я к этому нормально отношусь. Но здесь есть две проблемы. Первое. Если вы летаете часто, то постоянно пухать перед полетом – это просто не вариант, потому что вы собьетесь. Это мой вариант. А второе – это то, что от алкоголя в самолете очень сильно развозят. То есть реально 50 грамм коньяка… Это охуенно! То есть реально 50 грамм коньяка на высоте 10 тысяч метров – это то же самое, что 150 или даже 200 грамм коньяка на земле. Поэтому употребляйте осторожно и лучше в меньшее количество. На взлете самолет издает очень много непонятных звуков. Это и входящая механизация, и топливные насосы. Если вы не знаете, о чем идет речь, оденьте наушники и спокойно себе отдыхайте. Не слушайте эти звуки, они вас будут только пугать. Самая страшная часть полета – это, конечно же, взлет. Здесь, кроме звуков, самолет может проходить различные тучи, облака, маневрировать. И из-за этого периодически появляется чувство отрицательной перегрузки. Вы чувствуете, что вы падаете. Сейчас я объясню, почему вам так кажется. Все то, что наше тело воспринимает как эффект падения – всего лишь результат изменения самолетом скорости набора высоты. В момент, когда самолет занимает определенный эшелон, наше кресло в воздухе описывает фигуру в виде размашистой буквы «Г» и испытывает небольшую перегрузку, как на американских горках. Есть один очень крутой лайфхак, к которому я сам пришел, и он прям офигенно помогает от вот этого неприятного чувства, что вы падаете, а также помогает при турбулентности. Лайфхак, на самом деле, очень простой. То есть необходимо во время вслета или во время турбулентности просто поменять положение своего тела с такого на согнутое. Согнутое положение – ты гораздо менее восприимчив к перегрузкам. Для того, чтобы это не казалось совершенно странным со стороны, можно, например, начать завязывать шнурки у себя на кроссовках. Можно ковыряться в рюкзаке. Для этого можно поставить сумку или рюкзак, то есть что-то здесь искать, как-то хаботиться здесь. То есть главное – это вот такое положение тела. Можно просто читать это. Вот просто попробуйте. Это реально очень круто помогает. И помогает не только на взлете, но и во время турбулентности. Ребята, но самый лучший способ, как перестать думать о том, что происходит за окном, о том, почему самолет трясет и что с нами вообще происходит – это просто разговаривать. Разговаривайте со своим соседом. Разговаривайте с тем человеком, которому страшно. Возьмите его за руку. Разговор – это уникальная вещь. Вы действительно забываете о всем происходящем и пытаетесь слушать собеседника. Это суперкруто помогает при любых проявлениях аэрофобии как на взлете, так и во время турбулентности, так и в принципе в полете. Если рядом сидит ваш друг, говорите с ним. Если рядом сидит незнакомый вам человек, просто скажите «Мне страшно, могу я с вами поговорить?» Ничего страшного в том, чтобы признаться, что вам страшно? Нет. Факты вам рассказывать бессмысленно. Нужно просто отключать свой мозг. Потому что когда самолет трясет, вы не думаете о том, что это самый безопасный вид транспорта. Но вы думаете о том, что вы разобьетесь. И в этом проблема. Старайтесь максимально отвлекать себя и загружать свой мозг каким-то делом. Ограждайте себя от любой отрицательной информации, связанной с самолетами. Читайте новости на этот счет. Не думайте об этом. Как это ни странно, больше летайте. Чем больше вы летаете, тем меньше вы боитесь. Вот и все. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok